всем привет друзья с вами сидыш новое видео это будет такого рода плана как лайв комментарий я покажу вам о винтовке из 53 св это у нас дмр к с ней я набегал уже довольно таки много стрелять почти 500 фрагов ну и хотел бы вам сказать что вещь отличная она мне очень нравится она можно ее даже считать как им бой но того рода плана что дмр к она по сути как бы скорострельность у своей владеет только чисто на средней дистанции вблизи вам очень тяжело будет кого-то перестрелять либо противника в глаза вам не смотрел ну что с 53 св я здесь нарезал несколько таких моментов как враги несколько секунд и немножко долгие пробежки что привело к большим моим показателям плане килл-страйков ну в общем вот винтовка мне очень понравилось не очень удобно бегать на средних дистанциях вот по по сути как бы я дмр к не особо сейчас не стреляю но хочется конечно попробовать все оружие что они себя представляют ну вот поговорим сегодня об из 53 что хотел бы сказать вкратце это первая винтовка 1 дмр к встречающийся вообще в серии battlefield вот баттлфилд 4 она появилась она собрана двумя компаниями колубийской и израильской компании иви и также и помощь помогала компания индумил винтовка на базе знаменитой винтовки галил она немножко похожа на scar еще одну из дмр ок в принципе самая длинная часть то есть от приклада до самого дурного тормоза то есть очень большая длина почти 1000 миллиметров вот причем а длина самого ствола достигла 508 миллиметров вот но патронов у нее очень много это 26 полного магазина стреляет она патронами 7 62 натовскими темп стрельбы у этой винтовки достигает 260 выстрелов в минуту урон от 38 до 40 зависимость попадания в тело но это винтовка действительно себя проявляет на средних дистанциях очень отлично я бы даже сказал что бегать с дмр коми как например с к с очень удобно вообще на средних дистанциях каждый патрон каждый второй патрон принципе может попасть в цель и вы можете настрелять довольно-таки очень много противников издалека не бегая вообще по территории где они все находятся вот я вот настрелял 500 фрагов и вы знаете ну довольно таки очень большое преимущество она показывает в своем роде плане винтовок штурмовых карабинов есть приоритет именно того что несколько патронов убивают противника на повал два или три если урон носится примерно чуть выше груди при этом сохраняя свой магазин довольно большим количеством патронов это сэкономит время и на ту же перезарядку я как бы немножко перезаряжался все чаще все-таки со времен бф-3 штурмовые винтовки они как бы во мне все уродились и постоянно бегать с автоматическим огнем приходилось после каждого убитого противника цена перезаряжаться одну так вот и с дмр к приходится после одного-двух убийств перезарядить что быть уверен что на меня там не выключить 15 которых эти же 26 патронов еще на будет выпускать но хотел бы посоветовать вам ребят что в принципе париться не нужно выбор на каждого свой захотели попробовать попробуйте конечно что здесь а паблик дает вам возможность именно полноценного боя взять что угодно вот именно выбор пал вот сегодня и на с 53 св дальше плане я буду и еще конечно юзать всякие дмр ки по сути мне их еще практически все нужно на 500 прагов выстрелить не считаю что это такое вот задротство а брать каждую винтовку и открывать на ней все что есть после этого не стрелять вообще просто ради интереса я пробую себя в качестве снайпера в качестве штурмовика в качестве поддержки до всеми классами чтобы поиграть с любой пушкой который вообще есть в игре я думаю что почему нет раз все это есть все это доступно новые жетоны какие-нибудь могут откроют могут открыться то есть каждый выбирает себе то что хочет тем чем хочет играть вот ну вот была карта локер кстати если не будет считаться что я хвастаюсь на этой карте я занял первое место в команде или стрелял с из 53 св больше 80 фрагов при том что умер я чуть меньше 30 сохранил кд убил очень много что еще нужно в принципе на пехотных боях на очень маленьких картах близких дистанциях как локер или например метро но еще раз повторюсь что ближнем бою если попадется какой-нибудь пулеметчик либо медик с очень скорострельной винтовкой шансы практически 50 на 50 но вот именно 4 кратный прицел плюс лазерный указатель помогли мне сыграть почти 500 фрагов там и рукояточка еще довольно тоже много от немного тоже зависит вот поэтому пробуйте если что-то какие вопросы будут пишите комментариях будет очень приятно ну а так с вами был сидыш я с вами прощаюсь до нового видео всем удачи всем пока